Сила тока измеряется в амперах, поэтому приборы, с помощью которых измеряется сила тока, называются амперметр. Амперметр устроен следующим образом. Одной из основных частей амперметра является постоянный магнит. Вот он окрашен в красный цвет. Между полюсами этого постоянного магнита на горизонтальной оси может поворачиваться катушечка, по которой проходит ток. На оси закреплена стрелка, она фактически поворачивается вместе с катушечкой. И когда постоянный ток или переменный ток проходит по катушечке, то магнитное поле этого тока взаимодействует с магнитным полем магнита, вызывая поворот катушечки, а вместе с ней стрелки. Чем больший ток проходит по катушечке, тем на больший угол будет поворачиваться катушечка, а вместе с ней стрелка. Вот сейчас шкала этого амперметра, то что это амперметр, об этом говорит буква А на шкале, шкала этого амперметра показывает, что мы с помощью этого амперметра можем измерить ток величиной до 3 амперов. Вот каждое большое деление шкалы разделено на 5 маленьких делений, цена каждого маленького деления 0,2 ампера. Все амперметры включаются в цепь последовательно. Что это значит? Положительный полюс источника тока соединен с плюсовой клеммой амперметра. И ток, проходя через катушечку этого амперметра, затем уходит с минусовой клеммы на нить накала лампочки. Пройдя через нить накала, ток по этому желтому проводу поступает на плюсовую клемму второго амперметра. И пройдя через катушечку второго амперметра, уходит с минусовой клеммы на отрицательный полюс источника тока. Замкнем цепь и будем увеличивать величину тока в цепи. Мы видим, что вот сейчас оба амперметра показывают примерно 1 ампер. Нить накала лампочки сейчас не светится. Увеличим ток в цепи до 2 ампер. При этом мы уже видим, наблюдаем, как начинается свечение нити накала лампочки при таком токе. Обратите внимание на то, что сейчас показания обоих амперметров одинаковы. Если еще увеличить ток в цепи до 3 ампер, то нить накала начинает светиться довольно ярко. И мы вновь видим, что показания амперметров одинаковы. Показания амперметра не зависят от того, в какую часть цепи он включен. Продолжение следует...